Холокост — это одно из уникальных явлений в истории человечества. Это уникальное явление Второй мировой войны, потому что нацистская политика Германии, а также союзников, будет направлена на тотальное уничтожение еврейского народа. Сама история Холокоста имеет несколько особенностей. Это касается и терминологии, что мы понимаем под Холокостом. И есть ли одно общее понятие — политики массового уничтожения? И, как видим, да, существует понятие Холокоста, существует государство Израиль, прежде всего, понятие Шоа, что означает только убийство еврейского народа. Есть и Хурбан. В Холокосте есть еще особенности, что вместе с евреями убивали и ромов, цыган. Проимос. Также такой термин существует. Ну а начинается данное явление в большей степени с прихода национал-социализма. С 1933 года, когда на территории Германии появляются первые концентрационные лагеря, когда находят проявление антисемиизма против евреев. Это будет касаться обучения, это будет касаться работы, социальной, общественной деятельности. В последующем, в 1935 году, будет принят закон о германской чести, о чистоте германской крови. Батарийское происхождение будет главным, и другие расы, народы, они будут значительно ниже, и в этой системе евреи будут находиться внизу этой системы. В 1938 году в Германии впервые начинаются погромы, акции против евреев, так называемая «хрустальная ночь», когда жгут синагоги, убивают, а также евреи в большом количестве попадают в концентрационные лагеря, которых на территории Германии уже более десятка. Начало Второй мировой войны – это уже второй этап Холокоста, потому что на территории, особенно на Востоке, значительной части евреев будет проживать, и это прежде будет касаться польских территорий. Будет отлажена система их концентрации в лагерях, их концентрации в гетто, особой части территорий города или поселка, которая будет отведена для евреев. Как правило, эти территории будут окружены колючей проволокой, ограждением с надписью, предупреждающей надписью, а также особыми правилами именно для евреев. А вот нападение Германии на Советский Союз, где на центральном направлении будет территория Беларуси или сама Беларусь, это еще одно новое, это новый этап в истории Холокоста. Ну что ж, коснемся Беларуси. Коснемся, в каком состоянии, в каком положении находились евреи, как часть народа, белорусского народа. Это вторая титульная нация после белорусов. Из 10 миллионов 940 тысяч, это были евреи. До 1938 года в Беларуси действовали четыре государственных языка. Белорусский, русский, польский, еврейский, идиш. То есть здесь существовала мультикультура. Здесь не было проявлений антисемитизма. Но это будет очень важно в последующем, потому что такая высокая концентрация будет замечена в политике германских оккупационных органов. Итак, первое, с чего начинается, это на территории Беларуси направляются особые группы, айнзацгруппы, перед которыми была поставлена задача локализация, изоляция, уничтожение активистов советской власти, евреев, сотрудников НКВД, а также других категорий. И данное начинается не спонтанно, а уже существовала практика, которую такие формирования получили уже на территории Польши. И таким образом, в течение июля, августа месяца, на территории Беларуси, в основном на территории белорусского Полесья, действует первая кавалерийская бригада СС, в составе которой два полка, первый и второй СС. Фоггеляйн, как руководитель, постоянно информирует Берлин о ходе такой операции. И она будет заключаться в том, что местное население, оно будет подвержено санкциям, оно будет подвержено селекции, и по итогам такой деятельности, такой кампании, будет обозначено в документах, а более 13 тысяч убитых, в основном это будут евреи. Параллельно с этим начинается создание гетто на территории Беларуси. Как правило, решение принимают военные полевые комендатуры. В небольших городах такое решение выносят местные комендатуры. В основном будет курировать такое направление полиция безопасности и СД. Таким образом, например, в Минске гетто было создано 19 июля 1941 года, и этому предшествовала такая операция. Все население города Минска будет находиться в одном лагере. Это лагерь для гражданского населения Дрозды. Пройдет селекция, и уже в середине июля потоками будут направлены в гетто евреи. Их будет находиться более 70 тысяч. Будет выделен специальный район, в котором 39 улиц. Другая часть – солдаты Красной Армии, которые по разным причинам оказались в зоне окружения или плену. Они будут направлены в Дулага, затем Шталаг 352 Масюковщина. Там будет находиться более 100 тысяч. Третья часть – это будет смежная категория населения, и евреи, и другие. Но, по мнению оккупационных органов, они представляют опасность. Они будут направлены в лагерь на Широкой. Это лагерь полиции безопасности и СД. Еще будет функционировать и тюрьма на Володарской, а также локальные места в Ручье, в других частях города. Ну и в этом же 41-м году будет еще одно решение принято, очень важное. Политическое руководство в Германии будет выбирать место для тотального уничтожения евреев. Этим местом оно посчитает наиболее удобным будет Минск, будет Беларусь. Сюда приезжают высшие руководители Рейха – Адольф Гитлер, Рейхсфюрер Гиммлер, а также здесь побывают руководители Аньзадгруппы Б – Артур Небе. Будет Гейдрих, будет Эйхи. А именно те, которые определяют политику Холокоста. Политику Холокоста не только на территории Беларуси, но и на территории всей Европы. То есть в мире это будет особое такое их чудовищное мнение и решение, как и каким способом они будут убивать евреев. Показательным в этом отношении визит Гиммлера. Он прибудет в Минск 15 августа 1941 года и посетит следующее место. Это будет Масюковщина, штала для военнопленных. Это будут новинки, где будут находиться психические больные. И третий пункт его визита – это будет гетто. Он посетит лагерь на Широкой. Будет показательна акция казни 100 человек, из которых будет одна женщина. И в дневнике есть описание, в дневнике Гиммлера, которое опубликовано. Как жертвы должны спуститься вниз, лечь лицом вниз. И с близкого расстояния один из младших офицеров за счет пистолетной акции их убивает. Это было очень тяжелое впечатление, потому что кровь и крики, и другое, оно несколько даже смутило рейсфюрера СС Гиммлера. И вы знаете, после окончания его визита в Масюковщине, там, где 100 тысяч, военнопленных не будут кормить, не оказывать никакого медицинского обслуживания. Всех психических больных убьют. А в нашем городе Минске, вот как раз для гетто, появятся 4 газвагна, 4 душегубки, которые денно и ношно будут убивать людей. Убивать таким образом будет определено место недалеко от Минска. В 11 километрах Тростенец, урочище Благовщина. Будут отрыты траншеи, рвы. И вот таким образом газвагн, душегубки будут отвозить в течение получаса маршрут. Их будет длиться, когда жертвы уже перед завершением, или вот этой окончательной акцией, они уже будут неживыми. Это только начало. В 1941 году на территории Беларуси будет организовано более 120 гетто. Какая же история, какая же судьба их будет ожидать. Вы знаете, вот работа и с документами, и с материалами, она позволила установить 91 гетто. Из них будет ликвидировано. Есть еще одна особенность. Самая большая часть, более 2 третей всех ликвидированных гетто относится к восточной части Беларуси. Это прежде всего Витебская, Могилевская области. Вопрос почему? Потому что в этой части будет действовать тыл группы армий «Центр». Здесь будет военное управление. И Вермахт будет организатором этого массового убийства. Именно подготовка, умения, безусловно, будут иметь свое значение. И таким образом практически более 70% там будет уничтожено. Что касается западной части, где будет наибольшее количество гетто, то их массовое уничтожение, ликвидация, она состоится уже в 1942 году. Всего 153 гетто будет ликвидировано. И в каждом из них будет находиться от 50, это малое гетто, до 3 тысяч, 10 тысяч убитых в одном из них. 153. Почему так происходило? Потому что в 1941 году, во время оккупации, евреев также использовали в качестве рабочей силы. Вермахту необходима была рабочая сила. Это и для мастерских, это и для ремонта, это и для обычных работ. Вот, например, города были очень разрушены, вот как Минск, на 85% разрушены. И необходимо было прочищать пути, железнодорожные, шоссейные. Необходимо было работать в учреждениях, где находились или дислоцировались военнослужащие. Прежде всего это будет касаться состава вермахта, полиции безопасности, а также тайной полевой полиции, жандармерии, которые будут находиться в каждом из этих городов. И в последующем, в 1942 году, будет в январе месяце принято решение на Ванзейской конференции об окончательной решении еврейского вопроса, о ликвидации евреев как народа. Вот именно это решение будет вызовом и в той западной части территории Беларуси. И тогда уже мы видим следующую динамику. Практически около 80% ликвидированных гетто с 1942 года уже относятся к западной части Беларуси. Это прежде всего Брестская и Гродненская области. Что же будет дальше? Дальше в 1943 году уже останется совсем немного. Это последние 55 гетто будут ликвидированы. И такой конечной, итоговой точкой вот этого массового убийства будет являться Минское гетто. Здесь следует указать, что Минское гетто в Европе было одной из самых крупных. Всего прошло через него около 100 тысяч человек, жертв. И не только евреев Минска, но также и депортированных из стран Европы. Внутри гетто, Минского гетто, который действует с июля 1941 года, будет действовать еще зондер-гетто. Это к тому, что в октябре 1941 года будет принято решение о депортации остававшихся в живых евреев из Европы в Минск и Ригу. Первоначально цифра будет обозначена 50 тысяч, и 25 тысяч оно должно быть перемещено в Минск. Таким образом, в ноябре месяца 1941 года, 11 ноября, появляется первый эшелон с депортированным из Гамбурга. В каждом транспорте или эшелоне будет по тысячу человек. И к концу ноября месяца на территории Минского гетто будет находиться 7 тысяч депортированных из Германии, Австрии и Чехии. Хотелось бы на примере одного из свидетелей, его зовут Бертольд Руднер, он депортирован из Берлина 14 ноября 1941 года, и в своем дневнике пишет. Мы прибыли в Минск 18 ноября. В вагонах не было воды, не было света, не было туалета, все ходят под себя. Это ужасно, особенно плохо себя чувствуют женщины. Когда мы приехали в Минск, это было утро, нам позволили выйти и пройти в особую зону только во второй половине дня. Они снова испытывают ужас. Почему? Потому что накануне в Минске происходит акция массового уничтожения. Здесь также следует обратить внимание на то, что, как правило, нацисты стремились осуществлять такую кампанию массоубийства за счет или местных ресурсов, или местной полиции, то есть соседей. И это у них получалось. На примерах Ковна, Каунас, Литва, Ядва, Абна, Польша, Львов, Украина. И такое же было ожидание в Беларуси. На примере Минска можно сказать о следующем. Практически с июля месяца еженедельно идут депеши в Берлин. Жители города Минска вот-вот начнут акции уничтожения. И они будут ждать вот таких акций со стороны соседей, местного населения в июле, августе, сентябре, октябре. И когда уже эшелоны идут в Минск, они вынуждены эту акцию проводить самостоятельно. Это прежде всего силами вермахта, а также привлеченной полицией. Например, второго полицейского литовского полка вследствие 12-го, руководителем которым будет импулявичус. Также появятся здесь и латышские команды, которые будут помогать убивать. Убивать здесь, в Беларуси и в Минске. Таким образом, только в течение двух дней, 7-8 ноября 1941 года, будет убито 10 тысяч жителей города, евреев, соседей. И это тоже было чудовищное явление, впервые такое массовое убийство, которое произойдет в нашем городе. А дальше, в последующем, будет принято решение, что все больные или не способные работать, а их должны убивать, чтобы они не создавали трудностей, потому что это требовало ресурсов. Например, места для проживания или питания, или же контроля в гетто. И таким образом, постоянно будут проходить акции массового убийства, как сами свидетели говорят или называют погромы. Вот следующим, после ноября, погромом будет 2 марта 1942 года. Это будет день большого события в жизни еврейского народа, Пурим, когда в течение дня будет убито 5 тысяч человек. Их тела будут брошены в яму, в котлован, который еще в довоенное время использовался для строительства города. Вы знаете, вот это событие, оно очень изменит и настроение жителей нашего города, потому что жители нашего города, они сочувствовали евреям. Они понимали вот эту трагедию, и пропаганда или нацистская пропаганда не могла изменить такое. Это, конечно, было очень важным. И уже даже в последующем, по окончанию войны, те, кто выжил, они приходили к этому месту. Это был как бы особый знак их идентичности. Они тем самым говорили, мы живы, мы выжили, мы евреи. И с 1947 года, когда появится там черный обелиск с уникальной надписью или текстом на русском и на идиш, вот это тоже было очень важным, потому что в данный период такие слова, как евреи, они не использовались в нарративе. Использовались обычные советские граждане, мирные жители или же, например, жители поселка, деревни и так далее. Но здесь это, конечно, было значимым. И это явление, как многие отмечают, является уникальным на всей территории бывшего Советского Союза. Мы говорим о Холокосте, мы можем говорить о жертвах. Да, из 940 тысяч, которые проживали на территории Беларуси, в итоге такой оккупационной политики массового убийства, мы говорим только о евреях, будет убито около 800 тысяч. Для населенных пунктов это будет очень значимо, потому что такая особенность в Беларуси, многие местечка, многие города, они являлись в основе своей носителями еврейской традиции и культуры, потому что более половины или треть всего состава составляли они. И это характерно и для Минска. Из 250 тысяч, 80 тысяч, это были евреи, замечательные, талантливые, красивые, умные. Да, из 80 тысяч по итогам войны останется в живых такие, может, не совсем точные, но вместе с тем емкие цифры от 3 до 5 тысяч. Все остальные будут убиты. Вот их будут убивать как в городе, их будут особенности в большей части убивать уже в Тростенце с помощью газвагенов, с помощью душегубок. Холокост имеет и еще такую особенность, что у нас на территории Беларуси многие, которые находились в лагерях, в гетто, они организовали сопротивление, борьбу против нацистов. Так, на территории Минского гетто первые подпольные группы были созданы и начали действовать там. Уже в августе 41-го года насчитывалось 22 подпольных групп. Очень многие уходили в партизанские зоны. Многие молодые, особенно евреи, подготовленные для боевой деятельности, входили в состав партизанских формирований или же организовали национальные еврейские партизанские группы и отряды. Вот таким образом на территории Беларуси будет действовать самое массовое еврейское партизанское движение на всей территории Европы. Еще, конечно, одна особенность данного связана с тем, что многие местные жители, в частности белорусы, они участвовали в спасении евреев для того, чтобы, безусловно, дать шанс выжить, потому что жизнь являлась мерилом всему во всей истории, то есть в начале и ее продолжении. И только официально более 800 человек получили диплом праведников народа мира за спасение евреев. Вот есть небольшой анализ, кто они, спасители. В основном это местные женщины, это соседи, которые знали друг друга. Но снова в таких сложных условиях спасти было сложно в городах, поселках, на квартирах. Единственной зоной для спасения евреев будут партизанские зоны. Вот именно те, которые смогли добираться до партизанских зон, таких на территории Беларуси будет действовать достаточно большое количество, вот больших и малых, 40 таких партизанских зон, это, конечно, очень важно. Но еще, конечно, очень важно, что местное население не стало организаторами массового убийства. Какая же память существует о Холокосте у нас на территории Беларуси, потому что она отличается этими очень значимыми итогами, вот итогами преступлений нацистов на территории Беларуси, когда мы говорим, что около 800 тысяч человек убито. Сразу же по окончанию войны, вот мы уже отмечали тот факт, что появится символически очень значимый памятник и место памяти, куда каждый год будут приходить. 2 марта и 9 мая это яма, это центральное место Холокоста. Но активность или же изменение на культуру памяти Холокоста у нас в Беларуси произойдет только в 90-е годы. В 90-х годах появляются практически уже в каждом населенном пункте, где было убийство, памятники, которые становятся местами памяти. Я хотел бы назвать только некоторые, наиболее, наверное, впечатляющие и значимые. Если вот мы будем говорить о городе, который находится недалеко от Несвежа, то, как и статистика показывает, из 1400, которые проживали в довоенное время, 1137 евреи будут убиты. И в 2004 году там появится удивительный мемориал. Вот автором его является также знаменитый наш архитектор, один из создателей национального символа Беларуси, это Хатыни Леонид Ленин. Вот и его идея, это будет такое предложение, чтобы соседи могли к месту уничтожения, к месту памяти, привезти, доставить 1137 камней. И это было осуществлено и сейчас, вот в этой мемориальной группе, вот эти камни, вот не камушки, а камни, которые были привезены местными, вот создали впечатляющий, конечно, памятник, памятник Холокосту. Тростенец, как одно из мест уничтожения и евреев, военнопленных, партизан и подпольщиков, он также характеризуется тем, что в Благовщине появляются уже памятники общеевропейского значения. То есть они уже восстановлены или встают не только с помощью белорусского государства, но также и тех стран, из которых были депортированы жертвы. Это также очень значимо, и появление в мемориале Малого Тростенца такого памятника, как массив имен из Австрии, из города Вены, очень характерны для данного. Есть памятники, которые и находятся за пределами Беларуси, потому что часть жертв, часть жертв Холокоста были депортированы уже в Европу. И одним из таких мест являются лагеря смерти Аушвиц, Майданок, Треблинка, Сабибор. Вот их вывозили как из лагеря на Широкой, так и из Минского гетто. И в большей части они все погибнут. Но те, которые выживут, они вот станут такой основой или продолжателями, хранителями памяти Холокоста. Есть много нарративов, есть много историй, которым необходимо обращаться сейчас. Это не только мемориалы, но если мы посмотрим и на воспоминания, на народную память, которая существует, мы можем вспомнить и Николая Киселева. Его действия связаны с спасением 218 евреев из Долгинова. Мы, конечно, можем назвать и то, что в этой культуре вот первый такой диплом белорусы получили в 1965 году. Эта дата 3 ноября может быть датой белорусского дня праведников народа мира. А день ликвидации Минского гетто 21-23 октября 1943 года, вот в этом году исполняется 80 лет этой трагедии, может стать днем Холокоста в Белоруссии. Почему? Это тоже важно, потому что практически все страны имеют свои национальные дни Холокоста. И они связаны как раз вот с такими наиболее значимыми событиями. Событие или это связано будет с сопротивлением, или связано с гибелью. Что касается сопротивления, то мы только обозначили небольшую такую часть, когда уходили в партизаны, когда организовали партизанские движения. Но в гетто были и восстания. Были восстания, и они характерны для лета 1942 года, потому что в 1942 году тотально решался вопрос убийства евреев. После принятого решения в Анзейской конференции. И многие не хотели просто так отдавать свою жизнь. И они с оружием в руках находили такую возможность, поднимали восстания, и только частью из них удавалось, естественно, достичь лесов и влиться, или стать партизанами. Другая же часть в борьбе, но она погибала. Холокост как явление, оно еще дает нам такой урок. В Библии написано, что если исчезнет имя, то исчезнет и память о нем. И в этой части для Беларуси это очень важно, потому что пример Холокоста, того, как восстанавливают имена жертв. Шесть миллионов, которые погибли в годы Второй мировой войны. И сейчас, в частности с помощью Яд Вашем, такой очень важной организации в государстве Израиля, уже известно 5 миллионов человек. Конечно, часть из этих 5 миллионов – это белорусские жертвы. Это и пример для нас, для того, чтобы мы также находили и восстанавливали имена жертв. Потому что на территории Беларуси это только часть геноцида. Из трех миллионов – 810 – это жертвы, военнопленные. Около 800 – это евреи. Третья часть – это будут партизаны, солдаты, подпольщики. Четвертая часть – это будут жители, мирные жители. Есть еще одна тема, на которую следует обратить внимание. Вот каким образом убивали? Как это все происходило? Да, принимали решения о акциях и массового убийства немецкое командование, но оно привлекало еще и своих союзников, а также полицейских. И что особенно тяжело, это из наших соседних республик бывшего Советского Союза. Вот в этом особенно отличались латышские полицейские подразделения. Их на территории Беларуси действовало около 37. Другая часть – это литовские. Были также и небольшая, но эстонские, украинские и другие. Они тоже вместе с полицией безопасности СД или СССР осуществляли эти действия. Но начиналось это таким образом в поиске лучшего решения, это логистика массового убийства. И вы знаете, в 1941 году, кроме расстрельных акций, использовали топление. Оно впервые происходило на Полесе во время проведения карательных акций 1-й кавалерийской бригады СС. Но топление, когда загоняли в болото жертв, оно не давало ощутимых результатов. Почему? Потому что лето было очень жарким, и жертвы не могли утонуть. Тогда их снова приходилось убивать. И таким образом донесение в Берлин, что такой способ не очень эффективен, он уже давал следующие возможности. Вот одна из таких возможностей – это использование душегубок, газвагонов. Третья форма для Беларуси это очень характерно – это сжигание деревень с живыми людьми. Таких только по недавним данным 628, которые были сожжены. Это огромное число. И вы знаете, также есть примеры, когда евреев также сжигали. Они находились в одном из помещений, которое закрывалось, оно охранялось, поджигалось. И вот такой пример мы можем говорить о Мозере. Есть еще одна форма. Форма – это убийство, так называемое превентивное воспитание. Это убийство голодом и убийство работой, непосильно физическим трудом. Потому что в гетто могли получать небольшое питание только те, которые работали. Неработающие не получали никаких продуктов питания. Да, еще в зоне гетто действовали свои правила. Не было освещения, не было тепла. И особенно, когда холодная зима, как говорил и Бертольд Руднер в своем дневнике, то очень многие начинали болеть. Потому что в 1941 году зима настолько была холодной, что спать на полу не всегда была кровать. Если кровати были, то на ней могло находиться по несколько человек. Тоже есть арифметика такова, что во время передвижения транспортировки на каждого человека было по полквадратного метра. А в помещениях, где они проживали, полтора квадратного метра. Вот такая была зона. И, конечно, находясь в больших помещениях, это бывших, возможно, и школах, или бывших кинотеатрах, где можно было много разместить жертв, то семьи отделяют друг от друга простыми занавесками. То есть никаких условий, бытовых условий у них не существовало. И вот Бертольд Руднер рассказал такую историю, что когда он познакомился с очень интеллигентной женщиной Марты Крон, то в ноябре месяце он говорит, что очень холодно, не кормят, все начинают болеть. И Марта также заболела. И далее в дневнике он отмечает, что она умирает 26 января 1942 года. Но особенность такова, что и не могут похоронить, потому что земля промерзла. Это находилось зондер где-то в Минске, где рядышком расположено было еврейское кладбище. И тогда умерших переносили в коридоры. В дневнике отмечают, что ее хоронят 8 марта 1942 года. Марту хоронят 8 марта. Он сказал, в коридоре уже скопилось 200 тел. И многим приходилось встречаться с теми, кого они потеряли. Дважды встречаться. И многие не выдерживали, многие сходили с ума. И он, как пишет в дневнике, в Минске исчезает всякая культура. В Минске исчезает вся жизнь. И это действительно так, потому что практически из более 26 тысяч, которые будут депортированы, спасло свою жизнь. Где-то 50 только человек. И то даже не здесь, на территории Беларуси. Часть из них была вывезена снова в Германию, как специалисты. А что касается белорусских жертв, то под тем жестким, античеловеческим правилам, например, женщины не могли рожать. Как только выявлялось, что женщины ожидают ребенка, ее убивали. То есть уже в 42-м году было отмечено такое для нацистов радостное событие, что в 42-м году в гетто не обнаружено ни одного новорожденного ребенка. И когда проходили акции, а они отличаются на дневные, они могли в течение нескольких дней проходить. И ночные. Есть еще и облавы, то есть такого незначительного свойства, локального. Но когда вот они происходили, очень многие понимали, что необходимо бороться за жизнь. Каким образом? Они обустроили тайные места спасения. Их называют еще схроны, малины. Я хотел бы вот на примере Минска показать вот эту всю сложность и почти невероятные ситуации, которые возникали. Когда в подвале находилось 20 и более человек, а подвалы в те времена были большими, и учитывайте, что в нашем городе основные дома, это были деревянные, одноэтажные. На территории Минского гетто было только в районе Раковской улицы, включая четырехэтажные. Вот самое большое, это на территории Зондергетто, это школа, бывшая школа. Да, как величественное такое здание. Все остальное, это были одноэтажные деревянные дома. И безусловно, в каждом таком доме были подвалы. Они оборудовались, маскировались. И когда там находилось более 20 человек, и дети начинали плакать, а плакали они от чего? Они плакали от холода и от голода. То необходимо было спасать других. И после разговоров с нашими свидетелями, я хочу сказать, что в Минске достаточно часто происходили такие случаи, когда матери душили своих детей. Вот такую историю поведала особенно Майя Крапина. Она недавно ушла из жизни. Она была спасена, спасена белорусами. Очень мужественная, очень талантливая женщина. Вот она, на ее глазах это все происходило. Как ее сестра, таким образом, могла уже как бы быть спокойной. Да, но это было, конечно, еще не спасение. Вот даже для нашей Майи Крапины, которая их семья была из шестерых, и мать уже убили нацистов в гетто, сестру также. И она еще оставалась до самого окончания, то есть до 23-го, до 21-го, когда будет предпринята уже последняя попытка окончательной ликвидации Минского гетто. Вот ее и других доставят в Паречье. Это уникальный, конечно, пример, когда жители белорусской деревни Паречье, недалеко от Минска, примут 39 еврейских детей из гетто, и они выживут. И вот именно там, в 2000 году, появится очень значимый для культуры памяти памятник. Памятник жителям деревни Паречье, которые спасли еврейских детей. Но установили этот памятник сами спасенные. И они, наверное, на весь мир, или даже больше, говорили о том спасении. Какой очень мужественный, какой очень умный, справедливый белорусский народ. Они это так обозначали. То есть в Холокосте, безусловно, очень много есть примеров. Да, и примеры, которые касаются и любви, вот даже такая тема, вот, любовь в период Холокоста, она может тоже быть поучительной. Потому что именно вот у нас, в Белоруссии, произошел такой пример, когда немецкий офицер, Вилли Шульц влюбляется в молодую, совсем молодую Эльзу Штайн из Франкфурта на Майне. И вот благодаря их любви они спасли 25 узников Минского гетто. Это очень важный, конечно, пример, что не все среди немецких солдат были нацистами, что были и те, которые понимали, и которые сражались. Если даже идет такая дискуссия, так что же такое? Холокост является частью геноцида или геноцид является частью Холокоста? В этой части, наверное, следует заметить. У нас в 22-м году был принят закон о геноциде белорусского народа в год Великой Отечественной войны. И там есть очень важное пояснение, что в геноциде белорусского народа все народности, народы являются единым. И в геноциде Холокост как часть. Вот массовое уничтожение людей является его частью, его составляющей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова